Не успели мы еще подвести итоги пятничного визита в Железногорск Виктора Толоконского, как уже можно сказать пошла реакция. По поручению исполняющего обязанности губернатора из города приехал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Вадим Янин. В КБ-51 он провел закрытое совещание, после чего пообщался с нашим журналистом. Тарифы везде в системе одинаковые, как бы там бы ни было, поэтому есть некие мифы по этому поводу. Здесь дело не в тарифах. Здесь дело в том, что сама система, которая в ЗАТО есть, в закрытых средствах образования, производит под собой двойное финансирование. То есть нет ничего сложнее, чем непонятных друг другу обязательств в этом отношении. Поэтому тарифы, безусловно, должны быть одинаковые у всех. Далее смотрится в тарифы образования уровень больницы. То есть насколько она фонда оснащена, насколько у нее есть кадровый потенциал, чтобы показывать ту или иную работу. А тарифы – это вопрос, который решается достаточно легко. То есть если есть возможность оказать такую помощь, пусть она и оплачивается соответствующим образом. Это процесс договорной работы. На самом деле цель моего визита – это не посмотреть, почему тарифы разные отнюдь. Еще раз говорю, есть проблема. То есть проблема заключается в следующем. То есть система, которая раньше, которая принадлежит в наши 51-е месяца, санчасть, относится к системе Федерального медико-медицинского агентства. До, соответственно, 2014 года финансирование шло очень успешно. Гораздо лучше, чем краевые лечебные учреждения финансировали сама система. То есть с 2014 года, к сожалению, часть системы, практически 40% недофинансируется. И, соответственно, наша задача теперь – выйти на тот уровень, который бы позволил больнице, собственно говоря, вернуться к уровню 2013 года. Виктор Александрович Толоконский был, соответственно, в Железногорске у нас на предыдущей неделе. Мне дано поручение посмотреть, какими вариантами, какими деньгами можем бюджет 51-й месяца части сбалансировать, для того, чтобы процесс оказания медицинской помощи шел нормально, чтобы не было только медицинских кадров. В предварительных хотя бы каких-то сроках можно говорить? В любом случае работа будет расписана до конца года, но первоначальные решения, думаю, будут уже в решениях августа месяца. Очередной конец света случился сегодня в Железновке.